Начало 60-х годов в истории города связан с именем Ивана Алексеевича Бухтиярова. Его многие амитисты знают как долголетнего бессменного председателя областного совета профсоюза. Но надо помнить, что в начале 60-х годов он был председателем гор-исполкома. И в этот момент времени, готовясь к 250-летию со дня основания, город Томск изменил свой облик, повернувшись лицом к Иртысу. Грязное побережье реки Иртыс, заваленное дровами, углем, севнем, песком, старыми боржами, было преобразовано в красивую набережную, любимое место отдыха Мечей. Здесь же были построены первые три девятиэтажных дома. И не исключено, что многие из тех, кто смотрит эту передачу в юности, прорывались через заслон бдительных бабушек и катались на первых лифтах в городе Омске. На смену Бухтиярова пришел его друг Иван Федорович Литвинчев. Между ними долгие годы была шутейная борьба, соревнования. Кто что сделал для города Омска больше, кто первый начал, кто закончил. Действительно, как можно поделить освоение левомережья Иртыса, начавшееся в 1973 году, когда документы готовились при Бухтиярове, а основные работы развернулись при Литвинчеве. Как можно поделить мост у телецентра, если подготовительные работы, начало строительства были при одном, а завершение при другом. Так друзья, соперники и прожили свою жизнь в нашем родном городе. В 1971 году за высокие достижения в развитии машиностроения, строительной индустрии и социальной сферы город Омск был награжден Орденом Тудового Красного Знамени, который представлен у нас в экспозиции. Редактор субтитров А.Семкин